всем привет с вами webdesign продолжаем записывать обзоры на популярные инструменты и технологии для веб-разработки и сегодня в поле нашего зрения попал браузер safari technology preview это мартовская новинка от apple там на самом деле самый конец марта которая призвана занять нишу между стабильным сафари и ночным webkit nightly подробнее об этом поговорим уже через несколько секунд погнали ну как вы можете видеть не у меня уже в доке здесь все есть safari safari technology preview и веб-кит мы остановимся на двух первых ну чуть-чуть поговорим про веб-кит но позже и как вы видите это два очень похожих браузера на на самом деле это два разных браузера они по-разному обновляются в mac appstore то есть если мы сейчас перейдем на вкладку обновления это как раз одно из так одна из новинок они полностью синхронизируется по icloud то есть если мы какие-то вкладки добавляем здесь они добавляются и тут но у них раздельные history и так далее то есть в принципе это как будто мы на двух разных маках работаем под сафари если говорить именно про юзер экспириенс вот вы видите уже вышел второй релиз первый был 30 марта я не знаю здесь будет или нет нет здесь нету а ну собственно я же его скачивал сайта и вот первое обновление вышло 14 апреля релиз 2 она называется давайте именно в технологии превью и будем находиться так из первых различий которые я вспомнил меню разработки включено по умолчанию потому что она на самом деле в сафари то включается внутри настроек то есть как бы теперь не нужно за это заморачиваться вот вы видите на лендинге на девелопер . apple.com safari мы видим safari for developer что начиная где-то с версии 9.0 apple начали двигаться уже в сторону своих разработчиков и год назад на дабдаб десе они представили safari 9 на который мы тоже записывали обзор посмотрите здесь подсказку и очень много в прошлый раз добавили то есть там переписали интерфейс таймлайн вообще весь полностью инспектор инструменты разработчика все все было переделано состава работы значительно быстрее но мы не будем сейчас останавливаться на тех изменениях добавили окно скрипт 6 тогда поддержку изначальную и мы видим теперь есть икон ну такой я не знаю как это назвать такая секция сайта safari technology preview если мы жмем ли он more то мы уходим вот на вот эту вкладку превью и в котором мы нам говорят о том что safari это лучший способ вообще посмотреть сайты на айфонах и педах и мэках и safari technology preview нам дает так скажем возможность посмотреть на те фичи которые будут доступны для наших юзеров уже в скором времени там с обновлением новых версий операционных систем с x и с кстати с x собираются переименовать в маку с по слухам на этой дабдаб десе посмотрим как это будет и нам разработчикам нужно эти вещи все смотреть заранее потому что мы их поддержку осуществляем уже для пользователей которые обновятся и готовы уже в полной мощи испытать все те изменения которые мы видим уже сейчас то есть вот это как раз я описал вот этот пункт превью the latest web technologies это все что касается html java скрипта css а то есть ну очевидно что инструменты разработчика в первую очередь будут обновляться здесь ну и изначально в апкете ночных билдах после того как они оттестируются они будут попадать сюда и только после этого в стабильный safari у нас здесь теперь практически как у хрома да и как у firefox а собственно такая степень линейка из трех браузеров стабильный бета и полностью ночной билд если говорить про chrome это chrome стей был бета хрома хром канаре про firefox у меня вот здесь только девелопер эдишен есть еще firefox альфа ченнел и вот вот этот собственно говоря то есть они различаются не только нововведениями но еще инструментами разработчиков если говорить про firefox easy to update наконец-то не нужно ждать обновлений каждый день в там в беспонтовом окошечке для веб кита это все приходит в макапсторе отдельно обновляются и всегда же была такая шутка раньше что apple обновляет safari только тогда когда выходит новую версию ст.н. и даже если они там забыли какой-то баг пофиксить то при придется чтобы пофиксить баг сафари обновлять версию ст.н. теперь ой ст.н. теперь сафари будет обновляться отдельно можно будет какие-то фичи туда добавлять и этот на самом деле такой гигантский шаг в сторону разработчиков я еще об этом скажу чуть позже но apple наконец-то похоже исправляется и продолжить хочет опять начать двигать веб-технологии вперед так вот можно как вы видите здесь два браузера запускать одновременно они там полностью работают независимо друг от друга хорошо интегрируется с айклаудом и если мы будем смотреть по веб-кит блогу то там все списки изменений так или иначе указан так вот не будем пока переходить на веб-кит блог посмотрим релиз ноутс здесь на developer.apple.com здесь есть такая ссылка и как вы видите первый релиз и второй релиз давайте начнем с первого я на самом деле этот обзор хотел записать еще в начале апреля но как-то не сложилось да и wordpress 4 5 тоже вышел в принципе обзор мы записали можете его тоже посмотреть и что касается первого релиза здесь довольно таки большое количество изменений просто так скажем затрагивала это не столько изменения сколько отличие от стабильного сафари ну кроме того что здесь опять же написано что он работает полностью как отдельный браузер у него разные local storage но не только local storage а именно просто даже папки в application саппорте если посмотреть по finder в которых хранится кэш закладки куки и так далее если мы и клауд выключим то можно прям раздельные закладки делать это все это все работает как я уже говорил меню разработки включено по умолчанию и в mac appstore все обновляется если говорить про java скрипт то гигантское количество экмоскрипт 6 фич добавилось только сейчас несмотря на то что начали все это имплементировать год назад и некоторые scoping итераторы генераторы arrow функции и так далее появилась только здесь что касается некоторых неочевидных css свойств посмотрим об этом чуть чуть позже индекс дебе начали наконец-то поддерживать мы когда-то давным-давно записывали подкаст в котором обозревали статью даже это было два подкаста подряд на самом деле там статья в первое и второе об одном и том же сафари это новый иена называлась и в них автор пытался обвинить apple в том что они остановились на месте они больше не следят за веб-технологиям и тормозят нас разработчиков то есть он в основном конечно говорил про сафари на ios потому что на данный момент разработчики разработчики сайтов так скажем за у них связаны руки потому что любые да и не только сайтов до разработчики браузера в том числе на мобильных платформах связаны у них связаны руки вы что весь веб-вью все равно работает через сафари и эта политика apple и вот лично если вы спросите мое мнение на мой взгляд это правильно потому что только apple правильно знает как распоряжаться аккумулятором и и другими хардварными устройствами через драйвера я бы это тоже не отдавал в руки других разработчиков хотят чем черт не шутит когда ты стив джобс думал что не будет никакого app store не будет никаких нативных приложений на айфонах кроме тех что делают сами apple а вон она как повернулась поэтому в принципе можно ожидать чего угодно что касается нового компилятора об этом поговорим когда будем смотреть статью на сайте веб-кита наконец-то появилась возможность имплементировать команды copycat который в принципе уже довольно таки давно используется на некоторых сайтах на даже например на дропбоксе или на google на сокращателе вот этом вот когда вы что-то переходите туда он за вас типа копирует ссылку в буфер обмена вам даже не надо жать команд c вот в сафари это не работало теперь наконец-то это будет работать и принципе гигантское количество каких-то еще очень важных изменений мы можем посмотреть на блоге веб-кита blog.webkit.org у них тоже есть несколько статей по поводу выхода этих всех новых штук и первая из них бывшим было вот в introducing safari technology preview 30 марта вышла первая версия здесь нам сказано что мы можем скачать его на официальном сайте здесь нам более подробно говорят про экмоскрипт 6 и я считаю интересным остановиться вот на вот этой вот картинки не картинки даже инфографики только интерактивные инфографики в которой показано фича экмоскрипт 6 которые на данный момент имплементированы в разных браузерах здесь есть горизонтальный скрол можем посмотреть десктопные браузеры edge microsoft со своим этим подтягивается и 14 версия edge с экспериментальными флагами поддерживает в принципе 90 процентов всей спецификации если говорить про хром то 93 97 98 процентов соответственно на стабильной версии бета канале и хроме канаре она firefox все чуть чуть хуже 90 90 90 93 firefox 49 я не знаю вот мой firefox developer edition он как какая версия в нем включена давайте попробуем посмотреть firefox девелопер edition of firefox и 47 0 а 2 установлена последняя версия может быть у меня не на самом последнем каком-то там девелоп альфа канале все это включено пусть будет 47 но вы примерно поняли что хром типа идет впереди но если говорить про сафари сафари 9 имплементировал всего 53 процента фич а сафари technology превью уже 98 а вебкит ночной уже 99 процентов то есть если мы здесь посмотрим то прям все колоночки за закрашены кроме тут пожалуй нескольких фич типа внутренние get запросы через прокси который кстати в кроме уже имплементирована но здесь у них по разным позициям проседает так скажем 6 ноде даже еще не все это имплементировали что касается мобильных версий то ios 9 естественно идет полностью в ногу с сафари 9 как бы она не обновлялась с тех пор и я больше чем уверен что с релизом беты ios 10 поддержка подтянется точно также до каких-то практически космических доселе значений 98 99 процентов поэтому я не знаю можно посмотреть экмоскрипт 6 точнее экмоскрипт next который типа экмоскрипт 7 или я не знаю даже как его называть но здесь пока все не очень хорошо их пытаются как-то имплементировать эти фичи но посмотрим я не знаю как каким образом умудрились имплементировать что-то сафари технологии превью но не имплементировать на вебките может быть еще не привалились какие-то значения может быть что-то еще но будем ждать здесь пока лидер это edge в своей 14 версии тоже там естественно с экспериментальным флагом поэтому ну будем подождать но если говорить про именно экмоскрипт 6 то здесь все довольно таки радужно кроме этого новый компилятор b3 java script j айти компайлер джей идти означает just in time компиляция именно в тот момент когда выполняется программа но это не интерпретация это конечно отдельная фича ftl джей идти faster than light just in time компайлер и он приходит на смену llvm llvm это low latency virtual машин если мне не изменяет память как-то так это расшифровывается попробуем загуглить но в общем это виртуальная машина на c++ которая написана low-level virtual машин практически почти угадал который написан на c++ очень быстро компилирует java script и вот llvm который входил в java script core двиган который внутри safari он в принципе соперничает с хромовским v8 с хроме умов с ким я даже не знаю как здесь сказать статья довольно таки интересно я оставлю ссылки на вот эту статью в описании здесь тоже сможете посмотреть если вам интересно здесь прям про магию оптимизации браузерной компиляции java script а здесь просто очень 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 много умных буков я даже не считаю себя компетентным это комментировать но если вдруг вам это интересно можете почитать это еще 15 февраля произошло это в веб-ките появилась и теперь именно этот компилятор находится у нас под капотом safari technology превью здесь написано что в основном конечно приросты могут быть но именно процентный прирост производительности будет на тех компьютеров у которых не так много ядер и в принципе не такая большая производительность но мы в конце этого обзора попробуем с вами прогнать benchmark и посмотреть есть ли какие-то различия с стабильным сафари с веб-китом и может быть даже с хромом попробуем посмотреть да что касается индекс db во всем уже мы я сказал что наконец-то начали имплементировать эту фичу которая позволяет нам в оффлайне поддерживать некоторую работоспособность системы если даже эти системы указаны я здесь просто хотел показать что тут даже бывают такие люди как брэдди эйдсон ошибается и течь турон баг лол и так далее то есть здесь в принципе к разным багом он прикрепляет комментарий и здесь написано что мы будем переписывать в принципе практически с нуля нашу имплементацию индекс дебе еще в сентябре 2015 года они это решили и он будет но в принципе не очень с нуля у нас к кое-какие вещи остаются но посмотрим я думаю об этом более подробно скажут на дабдаб десе к 2000 к июню 2016 года уж всяко допишет у них еще весь май впереди и так далее тем более что хоть веб-кит и является open source нам так скажем проектом она все равно находится на он все равно находится под крылом у apple и я думаю когда надо они смогут влить там необходимое количество денег или там пинков под зад чтобы все это сделать ко времени shadow дом много про него уже сказано про веб-компоненты и ребята из apple они на самом деле предложили еще здесь вот статья была 26 октября 2015 года новую имплементацию shadow дом называется слот based api то есть у нас уже будет не такой цельный компонент в в котором и мы и для каждого веб-компонента нам нужен будет свой shadow root теперь мы можем делать некий я даже не знаю как это назвать ну они предпочитают назвать shadow 3 3 если угодно то есть целую еще дополнительную объектную модель только теневую который будет несколько тимплейтов в которых есть слоты чтобы вы понимали здесь здесь показано как дефолтные shadow дом работает и слоты чтобы понимали описываются тегами слот вот они и по именам если им будут соответствовать в реальном так скажем доме какие-то теги с атрибутом слот то у них будет разметка немного меняться но посмотрим когда они это имплементируют на данный момент только веб-кит если мы здесь вниз проскроем только веб-кит поддерживает такую имплементацию shadow дом тем более что они ее и предложили будем посмотреть вообще пишите в комментариях если вы уже пользуетесь какой-то из имплементации shadow дом которая там в хроме более или менее популярна и для каких в принципе вы вещей ею пользуетесь или вы пользуетесь какими-то штуками типа реакта в которых это уже имплементированы поправьте мне если это не так я не сильный специалист в реакте во всех этих новых джавас криптовых штуках кроме этого программируемый кат и копия уже сказал то есть для некоторых сайтов это все еще единственная причина по которой необходимы флэш плагин теперь теперь он будет не нужен ну повторюсь хроме это уже давно работает но в сафари как бы вот только теперь начинает работать контент security policy level 2 позволит вам еще лучше обезопасить себя от xs угроз я не знаю как это все работает здесь есть ссылка на в 3 орг и там описан весь второй уровень контентной защиты но я так понимаю что для тегов style скрипт и так далее будут какие-то ужесточенные политики безопасности ну точно так же нам рассказывают о том что вебкит nightly хоть и останется так скажем в строю ну и тем более что он действительно более часто обновляется практически каждый день он не будет поддерживать никакие i cloud based safari фичи там и так далее поэтому если вы будете работать с ним то ожидаете что не все так быстро будет происходить давайте теперь остановимся еще чуть-чуть на изменениях в сафари технологии превью 2 во первых графа браузер differences это тот то обновление которое вышло как раз 14 апреля я вам показывал в макапстор так вот они здесь изменили еще подпись у cf bundle чтобы apple события например который apple скриптом вызваны они все-таки тоже разделяли сафари технологии превью и обычный сафари как два разных браузера также здесь добавлено всякие в java скрипте подел поддержки символов новых методов и так далее здесь есть непосредственно на трекере заметки про каждое из этих изменений что касается css то наконец-то начали имплементировать свойства хеннин пакте еще если мы посмотрим на css tricks есть пункт вальмонахи об этом это свойство нам поможет знаки припинания такие как кавычки там точки с запятой вешать за бокс модели контейнера я не знаю на хрена это надо может быть с точки зрения типографики это это важная фича но как бы то ни было здесь есть несколько свойств и вот allow and web kit теперь поддерживает если посмотреть здесь то на момент написания или на момент даже обновления не знаю как часто крис кой обновляет свои статьи вальмонахи ни один браузер его не поддерживал но теперь вот вебкит начинает поддержку таких штук посмотрим насколько это будет использоваться медиа запросы новые добавляются мы кстати здесь если посмотрим на вебкитовском сайте на под домене трек там будет указано что теперь работает медиа запрос на на цветовую гамму в принципе у них на сайте можно посмотреть в графе фичер статус наконец-то смотреть что и как имплементированы то есть но какие-нибудь вещи типа css variables уже давно поддерживается и медиа запросы уровня 4 тоже уже теперь включены можно посмотреть что 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 и как делается что касается а сам gs все еще тут не поддерживается там и так далее можно посмотреть css grid кстати говоря я хотел на него как-то раз снять обзор но видимо не получится это сделать на сафари потому что он все еще здесь не поддерживается но тут все все фичи наконец-то они не так скажем не прячется я имею до команды разработчиков вебкит про каждую из них пишут когда будет сделано недавно кстати css will change сделали и еще один так скажем шаг в сторону разработчиков они делают это прям стопудово здесь кстати в разделе downloads можно скачать тот самый вебкит на это видеть он такой прям стильненький черненький очень классно выглядит здесь на панели задач у меня в доке тоже очень хорошо поместился так вот несколько изменений к веба и пиа и в разным тут как раз про хэшедо у дома не свой собственный дорабатывают и так далее большое количество изменений в веб-инспекторе между прочим всякие баги в на вкладках производительность и ленты времени или как там она называется папа русский не помню таймлайны в общем очень даже неплохо добавили метод консол тэк хип снапшот очевидно для браузерных расширений чтобы можно было как-то какие-то точки замера осуществлять и большое количество изменений вы видите даже за 15 дней то есть это получается 30 марта был первый релиз здесь 14 он до практически за 15 дней за полмесяца существенные вещи были сделаны может быть конечно это открытые были баги с со старого времени не просто позакрывали здесь для внушительности но я почему-то верю что apple встала на путь исправления и прислушались они к критикам к своим может быть это правда все было частью одного одного большого плана просто как эта команда освободилась и несколько программистов перешло в отдел веб-кита хрен его знает здесь как бы мы не ползнать не можем но тем не менее здесь даже у них в разделе рендеринг написано что backdrop фильтр теперь перри перерисовывается если меняется в java скрипте был такой баг кстати пробок дроп фильтра у нас тоже есть отдельный видос можете посмотреть там в принципе про css фильтры уровень 2 сказано и на самом деле этот видос почему-то очень мало просматриваем у нас на канале не как-то не заслуженно он обходится стороной людьми можете прям посмотреть там интересные технологии правда когда я их снимал некоторые из них были как раз только в сафари работали видимо поэтому практически никому и не интересно а теперь давайте попробуем непосредственно прогнать бенчмарками я не буду сейчас вас заставлять это все смотреть я естественно здесь сделаю вырезку прогоню сейчас все браузеры джет стримом последним я не знаю напишите в комментариях если нужно было каким-то другим бенчмарком прогнать я прогоню и в комментариях же поделюсь информации о производительности но вот я какой нашел тем и прогоняют здесь написано чем больше будет очков тем лучше поэтому увидимся уже после того момента как я это все вырежу ну вот уже подошли наши результаты я даже не знаю сколько тут времени прошло минут 20-30 я точно да все прогонял я их вам покажу в порядке увеличения производительности так скажем на последнем месте у нас firefox nightly именно у него 100 очков и 12 ну как бы сотых даже не знаю что здесь прокомментировать пока мы не сравниваем это с другими браузерами не совсем понятно что произошло втором месте классический стабильный сафари у него 133 очка даже у стабильного сафари получается практически годовалой давности ну полугодовалой давности больше очков чему firefox а прискорбно причем у firefox девелопер дешина в следующем месте у нас хром 138 очков все еще еще раз повторюсь не знаю лучший ли это бенчмарк для тестирования java скриптовой производительности но написано что один из лучших потом идет в обкид 155 и на первом месте герой нашего сегодняшнего обзора сафари сафари technology preview 156 очков не знаю как так подгадалась что именно сафари technology preview взял первое место видимо не зря они там писали в отзывах что у них лучше новый b3 компилятор и так далее ну вот сухие цифры говорят об этом а по ощущениям по ощущениям пока не могу сказать на обычный сафари тоже у меня работает довольно таки шустро может быть какие-то вычислительные вещи действительно на получается насколько это процентов если 130 это сто процентов 150 но процентов наверное на 15 увеличивать производительность но тоже в принципе неплохо почему бы и нет такое вполне себе хорошая цифра пишите в комментариях как вам понравился этот обзор на что следует еще сделать подобное несмотря на то что у меня есть довольно таки подробный план в каком порядке что дальше снимать я прислушаюсь абсолютно к любым вашим пожеланиям ставьте лайки подписывайтесь на канал рассказывайте друзьям подписывайтесь на нас во всех остальных соц сетях в контакте в твиттере фейсбуке в инстаграме в google plus и можете нам писать отзывы на itunes и ставить звездочки слушайте смотрите наши подкасты а с вами был александр гончаров увидимся в следующих обзорах удачного всем дня пока